Спасибо за Твою милость. Библия говорит, что благость и милость сопровождают нас во все дни жизни нашей. Спасибо, Отец, что Ты хранишь Своё Слово. Спасибо, что Твоя благость и милость, они следуют за нами. Спасибо, Господь. Мы ходим в Твоей благодати, и мы движемся из славы в славу. Спасибо, Иисус. Наша жизнь будет сиять ярче и ярче. Мы не будем ограничиваться вчерашними чудесами. Мы не будем застревать в этих вчерашних чудесах. Библия говорит, Его милость, она обновляется каждое утро. Каждое утро новое чудо. Я хочу пророчествовать в чью-то жизнь. Каждое утро новое чудо. Каждое утро новое чудо. Каждое утро новое слава. Новое благословение. Если ты веришь этому, скажи «Аминь». Спасибо, Иисус. Твоя милость обновляется каждое утро. Дай нам наш насущный хлеб. Это то, что Библия говорит. Что Его хлеб, Он ежедневный. Каждый день. Новая милость. Каждый день. Новое обеспечение. Новое обеспечение. Свежее обеспечение. Спасибо, Господь Иисус. Подними свои руки и благодари Его. За новую милость. Он любит, когда мы благодарим Его. Мы дороги Его сердцу. Поэтому, когда вы говорите «Спасибо», это касается Его. И Он хочет делать больше. И больше. И больше. Спасибо, Отец. Твои благословения, они опережают нас. Спасибо, Отец. Что, когда мы идем направо, мы видим Твои благословения. Когда мы идем налево, мы видим Твои благословения. Когда мы движемся вперед, мы видим Твои благословения. И мы больше никогда не вернемся назад. Потому что мы идем вперед. И вперед. И вперед. И вперед. Вовремя Иисуса. Спасибо, Господь. Говори к нам сегодня. Мы не вернемся домой прежними. Отец, я прошу Тебя сегодня. Коснись каждого сердца силой своего слова. Ответь на вопросы, на которые я не могу ответить. Делай чудеса, которые я не могу сделать. Твоё Слово сильное. И мы верим Ему. Возьми эту кафедру и говори к нам. И за всё в конце прими ты славу. Только ты примешь славу. Мы воздаем Тебе славу. Мы воздаем Тебе хвалу. В могущественное имя Иисуса мы молились. Аминь. Поприветствуйте кого-то рядом с Тобой. Дайте пять. Аллилуйя. Вы можете присаживаться. Я рад всех видеть сегодня. И я верю, что для каждого из вас у нас у Бога есть особенное Слово. Сегодня я хочу поделиться на одну очень важную тему. Верни своё. Верни своё. Библия сделала очень ясным, что у сатаны есть одно задание. Напомните, пожалуйста, его три главных функции. Кто-то помогите. Убить. Украсть. И разрушить. Погубить. Украсть. Сегодня я хочу сфокусироваться на слове «украсть». Он украл множество вещей от разных людей. Украл множество от разных людей. Радость. Силу. Надежду. Веру. И некоторые люди просто как роботы. Просто живут каждый день, чтобы выжить. Но моё слово для тебя сегодня это верни своё. Верни свою радость. Верни свою силу. Верни свою веру. Верни своих детей. Библия говорит, что Бог мира сего, который Сатана, ослепил их глаза. И вот этот потерянный ребёнок, он непослушный, он непослушный, потому что враг украл. Он, потому что он ворует вещи. И сегодня я хочу вдохновить вас через Слово Господа вернуть всё, что принадлежит вам. После сегодняшнего дня некоторые из вас пойдут в сверхъестественном преумножении. Сверхъестественной скорости. Иисус здесь, потому что мы здесь. И то, что он может сделать на конференции, он может сделать в моей ванной комнате. Поэтому, что бы вы ни ожидали, несколько воскресений подряд я проповедовал о вере. Имейте веру. Имейте веру. Прочитаем историю из 1-го царства. 1-я царства, 30-я глава. Мы начнем с 1-го стиха. Я хочу, чтобы вы следили за этой историей очень внимательно. В третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. Когда Давид ушел с некоторыми людьми, мужчинами, враг взял преимущество и пришел очень быстро и атаковал город. И Библия говорит, когда люди спали, когда человек спит, враг приходит и сеет плевел в почву. Иногда враг способен украсть я не говорю, что всегда. Иногда. Надо включить свет там сзади. Надо включить свет там сзади. Пожалуйста. А, окей. Надо вентилятор выключить. Судово. Кондиционер, да. Так что Давид вышел из города и враг пришел в город. Я не говорю, что то, через что ты проходишь, это потому, что ты безответственный. Это не я не это сказал. Но иногда бывают такие ситуации, когда дьявол очень быстро пользуется тем временем, когда ты ушел. Он знает, как это делать. Посмотрите на второй стих. А женщины, бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но ввели в плен и ушли своим путем. Не умертвили, но ввели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. А жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. Это город. Представьте, что вы пришли в свою квартиру и вот это вот случилось. Вы пошли на работу, возвращаетесь, кровать ушла, телевизор ушел, микроволновка пропала, холодильник пропал, компьютер пропал. Кто-то бы сказал, что все пускай заберут, но только компьютер оставьте. Вот как мы живем сейчас. Мы полагаемся на свои компьютеры. Представьте, вы пришли в свой дом и все пропало. Так случилось с моим отцом, с нашей семьей. Мы были в церкви и самая забавная вещь, что мой отец, он просит людей молиться. Молитесь прямо сейчас, потому что Господь показывает мне, чей-то дом был ограблен. А это был наш дом. Когда пророк не может видеть все. И мы молились. Мы пришли домой и наш дом был пустой. Но вообще Бог ответил на молитву. Потому что когда они пытались убежать со всеми нашими вещами, а полиция их поймала. И когда мы посмотрели в дом, шок был сильным. И когда полиция позвонила, сказали, у нас есть ваше добро. Идите и заберите. Такая радость. Вот как вы должны вернуть все, что сатана забрал у вас. И радость будет восстановлена. Они пришли в город. Все вещи пропали. Жены пропали. Дети пропали. Посмотрите на четвертый стих. И поднялся Давид, и народ, бывший с ним, поднял Давид вопль, и плакали. Пока не стало в них силы плакать. Бывало ли с вами такое, что вы что-то потеряли в своей жизни, и вы так сильно плакали, что в итоге устали плакать? Такое случалось со многими людьми. И вообще-то это не очень забавно. Это что-то, что Иисус пришел разрушить. Он говорит, я пришел исцелить сокрушенных сердцем. Помазание Иисуса оно не только в том, чтобы дать тебе мир в трудные времена. Его помазание оно также дано, чтобы исцелить твое разбитое сердце и забрать себя из этой ситуации. И 6 стих, 5. Взяты были в плен и обе жены Давида. К 6 перейдем. Давид был сильно смущен, так как люди хотели его побить камнями. Здравствуйте. Еще это не хватает. Hello. Я только что потерял своих жен. А вы еще хотите меня камнями побить? Очень легко показывать пальцем. И вот в чем грустная вещь о лидерстве. ошибки лидера они всегда преувеличены. Вот почему Павел предупреждал Тимофея. Или это была книга Якова. Будь осторожным прежде, чем стать лидером. Потому что очень большая ответственность. Давид также что-то потерял. Вместо того, чтобы с людьми найти разумное решение, они хотят убить одного человека, который может решить их ситуацию. И это не решит все проблемы. Когда проблема приходит, это то, что тебе нужно сделать, это не показывать пальцем. Так грешат некоторые семьи. Когда есть проблема в семье, мы тратим время и энергию, чтобы найти, кто же виноват. Когда мы в то же самое время можем ту же самую энергию направить на то, чтобы найти решение. Поэтому все хотят побить Давида камнями. Библия говорит, ибо скорбел душой весь народ. Каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Мне нравится следующая строчка. Но Давид укрепился надеждой на Господа. Это надежда каждого лидера. и каждого человека. Когда тебе больше некуда пойти, укрепляйся Господом. У Давида была некоторая поддержка, и люди, которые были его поддержкой, сейчас собираются его побить с камнями. Все, что у него осталось, это Бог. Иногда вы попадаете в такую ситуацию, в которых все, на что вы, человечески говоря, полагались, исчезает. Не просто исчезает, но, возможно, также поворачивается против вас. Многие из вас это чувствовали. Но вот какую ошибку мы совершаем, это то, что мы пытаемся убедить этих людей полюбить нас. мы пытаемся угодить этим людям быть с нами. А Бог говорит, найди силу во мне. Когда ты находишь силу во мне, они увидят эту силу в тебе. И они поймут, что ты единственный, у кого есть решение. И они придут к тебе. Видите? Люди не могут отрицать результат. Один публичный деятель сказал, шокируйте своих критиков своим результатом. Не вступайте с ними в спор. Продолжайте делать то, что вы делаете. А когда они увидят ваш результат, они действительно поймут, что Бог призвал тебя. Давид не спорил, а Даниил не спорил. Он сказал, не молитесь. Он даже не сказал слова. Он встал на свои колени и начал молиться. И я могу представить, что когда они пришли арестовать его, если бы это был я, я бы, может быть, начал пытаться оправдаться. Я пережил три администрации. Я служил со всем своим сердцем. А теперь вы хотите меня убить? Даниил ничего не сказал. Те, которые знают своего Бога, они будут сильными и делать великие дела. Он не спорил. Они взяли его, кинули в яму со львами. Царь пришел, ожидая увидеть кости и просто поплакать. И увидел Даниила, который сидит, гладит львов. И что же случилось? Царь сказал, он увидел результат. 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 И царь говорит, возьмите этого Даниила. Все, которые его туда засунули, вот их туда и выкиньте. И все их семьи. Это даже не все. Теперь, все из нас, мы будем служить Богу Даниила. Никаких аргументов. Результат. Никаких аргументов. Результат. Оставайся с Господом. Находи силу в Нем. Пусть твой результат говорит. Не пытайся кого-то заставить простить тебя. Прощай их. Пусть твое сердце будет чистым. Молись за них. Не волнуйся, если они выбрали не простить тебя. Если ты сделал все, что ты мог, не позволяй их непрощению по отношению к тебе парализовать тебя. Пусть твой результат говорит. Какой же твой результат? Твои действия доброты. Твоя любовь к ним. Однажды вы разорвете эти оковы. Вы разобьете эту твердую стену со своими действиями. Вот почему Иисус сказал, люби своего соседа. Люби ближнего, как самого себя. И Библия говорит, любовь не ошибается. Я поняла, что это в 1 Коринфянам 13 глава. Любовь не перестает. Она всегда побеждает. Поэтому Давид не ненавидел их. И мне очень жаль. Если вы хотите повесить меня камнями, когда я ничего не сделал, а я пытаюсь помочь, мне нужно пойти поговорить с Богом, чтобы Он помог мне, чтобы я мог вас простить. Но Давид это даже не поместил в свое сердце. Вот почему Библия называет его муж по сердцу Господа. У него не было места для обиды в его сердце. Это та жизнь, которой я хочу жить. Жизнь без обид. Жизнь без обид. А теперь посмотрим, что же случилось дальше. Седьмой стих. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимилехову, принеси мне Ефот. И принес Авиафар Ефот к Давиду. Ефот это одна такая вещь в храме. Поэтому Давид не мог пойти в храм поговорить с Господом. Ну, по крайней мере, он мог что-то взять из этого храма. Потому что там, где был храм, там был Саул, чтобы убить его. Поэтому Давид не мог туда прийти. Но восьмой стих говорит, И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчищи? Должен ли я их захватить? И сказано было ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Вот откуда родилась моя проповедь. Преследуй, захвати и забери все, что принадлежит тебе. Я хочу это снова сказать. Сегодня Бог отвечает тебе. Преследуй врага в молитве. Забери все, что принадлежит тебе. И никогда не бойся. Давид пошел вопрошать Господа. Нам не нужно так делать в это время. Потому что Слово Божье очень ясно. Говорит, я даю вам силу и авторитет над змеями и скорпионами. Поэтому мне не нужно ждать Бога, когда Он ответит. Мне не нужно ждать Его ответов, прежде чем я скажу врагу, дай мне то, что принадлежит мне. И когда Бог говорит, мы видим результат в 16 стихе. В 16 стих. До 16 стиха Давид нашел мальчика. И этот мальчик отвел их там, где в плену находятся жены и дети. И 16 говорит, и Он повел его. И вот, амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют, по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистинской и земли иудейской. Представьте, они взяли то, что принадлежит им и наслаждаются тем, что принадлежало людям Давида. Многие люди проходят через уже проходят через такие ситуации. А, судебный процесс. Когда какие-то люди незаконно забрали то, что принадлежало им и по-прежнему этим наслаждаются. Посмотрите, что случилось в 17 стихе. И напал на них и поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. Мне нравится 18 стихе. Давайте вместе прочитаем на русском. Раз, два, три. И поражал их Давид от сумерок до вечера. Это ключевое слово. Давид восстановил все. Это не еда. Нет, нет, нет. Ага, вот оно. Еще раз. Раз, два, три. И отнял Давид все. Все. Отнял Давид сколько? How much? Everything. Все что врага забрал. Давид пришел и забрал. Он ничего не оставил. Некоторые из нас пытаются договориться с Сатаной. Дай мне мою радость. Силу я оставлю с тобой. Нет, нет, нет. Мы не договариваемся. Нам не нужно ничего обговаривать. Потому что нет ничего для гиганта, для гиганта, чтобы спорить с муравьем. Им нечего обсуждать. Дьявол он под моими ногами. Знаете, вы много муравьев раздавили и даже не заметили. Почему? Враг он под моими ногами. Ты просто ходишь из-за того, что они такие маленькие. Ты наступаешь на них и убиваешь их. Вот почему Библия говорит, Иисус пришел чтобы разрушить дела Сатаны. говорится, как он, так и мы в этом мире. Если он пришел разрушить дела Сатаны, что же я должен сделать? Я пришел чтобы разрушать дела Сатаны. Поэтому мне нужно просто ходить. Я хожу, я наступаю на муравьев. Я хожу и наступаю на муравьев. Почему, Самсон, твоя жизнь вот так хорошо идет? Ты молился? Ты постился? Да, я это делал. Но не из-за проблемы. Потому что я просто ходил и проблема страдала. Я просто ходил и проблема решилась. Потому что я знаю Бог, который во мне который дал мне повеление ходить даже в долине смертной тени. Я с тобой в воде я с тобой в огне я с тобой. Что же это значит? Это изменяет мою природу. Делает мою природу сверхъестественной. Поэтому люди, которые в воде без него утонут. Я не могу утонуть потому что я с ним. Люди, которые заходят в огонь без него сгорят. Но когда я вхожу в огонь выхожу даже без дыма, без запаха дыма на моем теле потому что он со мной. Люди, которые идут в долине смертной тени они умирают от страха. Но в долине смертной тени мне нечего бояться потому что он со мной. Кто-то берет на себя риск и делает что-то без Бога и потом очень сильно жалет. И позже то же самое делает с Богом и получает результат. Вот почему Библия говорит не о могуществом и не силой но духом моим духом живого Бога. Посмотрите быстренько на историю. Иисус Навин глава 7 книга Иисуса Навина 7 глава быстренько ко второму стиху. Первый стих объясняет что кто-то в лагере Иисуса Навина согрешил. Но Иисус Навин не знал. Но посмотрите что говорит второй стих. Иисус из Ерихона послал людей в Гай. То есть они уже достигли Ерихона и победили. Многие люди их боялись. И теперь они хотят победить город под названием Гай. И Иисус послал из Ерихона людей в Гай что близ Бефавена. перейдем дальше. И сказал им пойдите осмотрите землю. Поэтому люди пошли и осмотрели Гай. И третий стих. и возвратились к Иисусу и сказали ему не весь народ пусть идет а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек и поразят Гай. Не посылай всего народа туда. потому что их там мало. Это естественно как в спорте. Когда команда не приходит на игру то другая команда автоматически побеждает. Для этих людей Гай был маленьким. Это такая битва которая не посылай всех. Но не забывайте они не делали больше это с Богом. Поэтому та битва которую они должны были естественно победить они были уверены что победят. Посмотрите что же случается дальше. и так пошло туда около трех тысяч человек но они обратились в бегство от жителей Гайских. Здрасте. Hello. You just spoke with big mouth. Ты только что говорил так громко. Нам не надо столько солдат. We don't need too much soldiers. Пару двадцать тридцать maybe twenty thirty and they came to the place и они пришли в это место Mama They run away. They run away. We have such people in our primary schools in our high school. У нас есть такие люди в старшей школе. I have a friend. I had a friend. У меня был друг в старшей школе. His mouth runs very fast. Он очень много языком чесал. If you can beat me если ты можешь ударить меня сделай шаг вперед the person takes a step the person takes a step ok no problem ok no problem I promise you I will beat you now I will beat you now I will beat you now if you take another step if you take another step the guy takes another step the guy takes another step he is the one moving backwards and he is I'm warning you I'm warning you and the other guy charges him and he runs away and he runs away talks too much he talks too much he talks too much but he can fight but he can fight but he can run but he can run but he can run it's difficult to catch him it's difficult to catch him it's difficult to catch him he's very short he's very short so if you are chasing him he will be like this so if you are chasing him he will be like this so the Israelites they talk too much they talk too much when you are without God you talk too much you talk too much и не достигаешь ничего. Даже тех проблемах, которых ты, естественно, мог победить, как вот израильтяне, тебе пришлось убежать. Они убегают. И пятый стих. И жители Гайски убили из них до 36 человек. И преследовали их от ворот до Севарим. И разбили их на спуске горы. Отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Стих назад у них была такая вера. А теперь они трясутся. И они боятся. Шестой стих. И Иисус разодрал одежды свои. Пал лицом своим на землю пред Ковчегом Господним. Перейдем на седьмой. И сказал Иисус, О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан? Дабы предать нас в руки Амореев и погубить нас. О, если бы мы остались и жили за Иорданом. Видите? Типичная ситуация. Когда что-то происходит в нашей жизни, мы очень быстро перекладываем это на Бога. Мы не призываем Его, когда мы проходим через какую-то ситуацию. И когда это не сработало, Он является причиной этой всей проблемы. И восьмой стих. О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил ты врагам своим? И девятый стих. Хананей и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда ты имени твоему великому? И вы можете себе представить? Бог приходит. Когда Он приходит, Он говорит, прости, Иисус Навин. Мне так жаль. Прости, что подвел тебя. Я больше никогда этого не сделаю. Я клянусь именем Своим. Нет! Посмотрите, что Бог говорит. Десятый стих. Господь сказал Иисусу, Встань! 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 Я не причина всех этих проблем. Ты не можешь тут манипулировать мной. Встань! И говорится, Для чего ты пал на лицо свое? Можете себе представить? Я склонился. Поклоняюсь. Плачу. А Бог говорит, Зачем ты это делаешь? Я делаю это для тебя. А я тебя не просил. Зачем ты склонился на лицо? Моисей! Почему ты плачешь? Почему ты плачешь? Возьми посох и простри его. И вода разделится. И Он говорит, встань! И Бог начинает объяснять причину, почему это случилось. Вы можете это дома прочитать. Но я хочу вам показать другую часть. И я этим закончу. Эта часть в том, когда они решили сделать то же самое, но с Богом. Восьмая глава. Восьмая глава. Начнем с первого стиха. Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне. и встав, пойди в Гай. Тот же самый город. Никакой-то там другой. Ты, может быть, постился, молился, сеял семя за какую-то определенную проблему. И Господь говорит тебе, вернись к этой же самой проблеме. Но я говорю, я даю тебе новую стратегию. И сейчас ты со мной. Не убегай от меня. И посмотрите. Вот, я придаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. В английском говорится, посмотри, я уже дал тебе. Поэтому в седьмой главе Иисус Навин видел глазами плоти. Он послал людей пойти и проверить своими глазами. Поэтому если Бог дает тебе какой-то проект и ты смотришь своими физическими глазами, налог 21%, работники, это не от Бога, это от Логи. потому что ты смотришь физическими глазами. И Он послал туда шпионов. Но в восьмой главе Бог говорит, сейчас посмотри, я дал тебе. Не посылай туда больше никого. Что же означает это слово смотри? Представь, что у тебя это есть. Все, что я делаю в моей жизни, прежде чем я это сделал, я уже сделал. Грамматически это неправильно, но просто оставьте это в покое. Все, что я сделал в моей жизни, я это сделал еще до того, как я это сделал. Потом можете переслушать в Ютубе. Вы поймете. Поэтому Он говорится, смотри, увить. Бог пришел к Аврааму и сказал, Авраам, в 90 лет ты отец многих наций, и ты больше не Авраам, ты Авраам. Бог. Хватит уже это. Пинг-понг. Enough is enough. Столько раз мы уже поговорили об этом. Мне 90 лет. Пускай Измаил будет моим семенем. Нет. Прежде, чем Бог сказал, я сделаю тебя отцом множества наций. Но Бог пришел последний раз и говорит, я уже сделал отцом множество народов. И настолько далеко, насколько могут видеть твои глаза, я даю тебе не физическими воображения, духовно, то, что дает веру в твой дух. И Авраам выходит наружу. Это нет в Библии, конечно же. И говорит, эй, все, послушайте, я больше не Авраам, я Авраам, и я отец множества народов. И также информация, моя жена больше не Сара, она Сара. И слуги смотрят, думают, finally, Авраам с ума зашел. Авраам went, lost his mind. When you do and see how God sees, когда ты делаешь и видишь, как видит Бог, 90% of your family members will see you stupid. 90% твоей семьи подумают, ты с ума сошел. And the remaining 10%, they will not talk. The remaining 10%, they remain. They don't talk because they like the money you give to them. Because they like the money you give to them. In other words, everybody that is not spiritual will not understand God's perspective of your life. Let me give you an example. Let me give you an example. Jesus entered a particular house when a girl was dead. Jesus in a certain house where someone died. And as Jesus entered, He said, what happened? He said, the girl is dead. They said, the girl is dead. Jesus said, keep quiet. Shh, shh, shh. Don't say it. Everybody out. Everybody out. And Jesus says, for she is not dead, for sleeping. And they laughed. The Bible says, they laughed. They laughed. They laughed. Why? Jesus was speaking and seeing what God sees. The people could not see that. So you might just save yourself a lot of energy. Trying to explain your dreams to people. that in the land of promise, that in the land there are giants. And they will discourage you. That's why Jesus does not talk too much. He just do. He does. He does. Not talk. Not talk. Go ahead and do. Go ahead and do. Once you know God is with you. So now God is with them. And it says, I've given you the people. Verse 2. And you shall do to Ai and its kings what you did to Jericho. Sделай с Гаем и царем его тоже, что ты сделал с Иерихоном. Only it's let me jump just to verse 3. На 3 стих перед. God even give them a strategy. So Joshua arose Иисус и весь народ and all the people of war to go up against Ai and Joshua chose 30,000 mighty men and send them away that night. Let's jump to verse 18. Verse 18. Then the Lord said to Joshua And then the Lord said to Joshua stretch out the spear that is in your hand toward Ai for I will give you into your hand and you can read the rest at home. Joshua conquered the city completely. Do you know the strategy they used? Знаете, какую стратегию он использовал? Очень интересно. Некоторые зашли за город 30,000 и они спрятались в кустах. И тогда Иисус и другие мужчины пришли к спереди. И когда люди Гая увидели их Иисус с нами и другие люди начали убить убегать чтобы те подумали что они испугались и они убегали как будто они ранены и все мужчины в городе стали преследовать Иисуса Нави на его команду а когда они повернулись к городу они увидели что город горит потому что те которые спрятались в кустах они атаковали город и теперь там нет мужчин в этом городе когда они посмотрели назад их город горит посмотрели вперед Джошуа Аисус Аисус Давин и его люди повернулись на них чтобы атаковать их пока они бежали те которые сожгли город также подошли знаете как это закончилось это это бургер у тебя есть вот тут хлеб и бедное мяско посередине конечно они их прикончили тот же самый город который они не могли взять голову назад вот почему Библия говорит с Богом помогите мне закончить все возможно с Богом все возможно и Бог просит меня сегодня сказать вам пророчески все что вы потеряли от слышания того слова которое вы получили сегодня я это восстановлю даже время которое вы потеряли Библия что я восстановлю время время когда время пожирателя я восстановлю все время и я хочу вас вдохновить когда вы идете и вы знаете что Бог с вами имейте веру что Он также восстановит ваш сердце что Он также исцеляет твое разбитое сердце я хочу держать баланс я не поддерживаю хоронить свои чувства просто вперед нет вы должны разобраться с необходимыми вещами но но когда вы разбираетесь так же не забывайте что Бог может использовать тебя в процессе исцеления Наоми все еще скорбела один муж двое сыновей и она была как бы в топе новостей когда вернулась она вернулась одна она вернулась одна бедная Руф зачем она пошла с ней и пока она все еще проходила через эту боль она наставляла Руф и Руф изменила историю всей этой семьи и вы видите то служение которое у нее было в боли дало результат который исцелил ее боль когда Руф женилась на возе и Наоми стала говорить с Богом и благодарить Его не потеряйте свое служение верьте Богу что когда вы идете Он целитель и Он исцелит вас и по-прежнему использует я что-то в Далгопилсе я никогда не видел кого-то в Библии у которого все было идеально когда они начали служить Господу вообще в течение всей жизни их служения в соответствии с человеческими стандартами с человеческими стандартами идеальности многие их жизни не были идеальными вы согласны со мной что совершенная жизнь это иметь жену вы согласны или мужа у Иисуса была жена успешная жизнь и люди могли сказать что за жизнь Он живет нет какой жены ни детей даже молодым умер а прослужил всего-то три года если бы Иисус не воскрес эта история была бы трагическим примером вы знаете всего лишь три года короткого служения и умер но в реальности Духа у Него успешная жизнь совершенный человек Его служение не было трехлетним но по-прежнему совершается твое служение оно не короткое оно не закончено но только начинается когда Иисус умер казалось бы это конец Его служения а когда Он воскрес это было началом служения потому что Его служение было не только в том чтобы совершать чудеса Его служение было в том чтобы приводить людей обратно в Эдемский сад этот опыт когда Он может их использовать и вот почему Он использует нас сегодня и я хочу вам сказать не кончен я слушал вчера Джойс Майер и она сказала я начала служение когда мне было 42 42 42 я думаю что когда мне будет 42 я не знаю как я себя буду чувствовать как будто я уже все сделал я начал служение когда мне было 19 в следующем году будет 10 лет и кто-то начал только начал 42 и изменил мир и говорится что на телевидение я попала через 10 лет уже 52 10 лет она сильно не оказывала никакого влияния ну человеческие стандарты это потому что она появилась на телевидении чтобы ее многие люди могли узнать есть такая пара Хантеры Чарльз и Фрэнсис Хантеры у них обоих были трагические истории потеряли своих супругов но в преклонном возрасте Фрэнсис уже была около 60 а Чарльз был на 10 лет младше и вот когда они начали свое служение и прямо сейчас африканские люди читают их книги об исцелении и люди исцеляются люди читают их книги и исцеляются прежде чем они ушли из этого мира они так много людей исцеляли послушайте вот в чем забавная вещь я много слушал об исцелении и нарезал некоторые их видео и выставил на мой YouTube канал одно из них много времени назад я выставил они рассказывали как вырастают ноги как вырастают ноги я открыл это видео вчера вы можете выйти зайти на мой YouTube канал и это в свободном доступе есть я увидел множество комментариев у людей у людей росли ноги люди смотрели это видео и это было в комментариях с моего YouTube слава Богу моя нога выросла слава Богу я за кого-то помолился и его нога выросла а эта пара уже ушла к Господу и они начали служение в 50-х и 60-х лет ваша надежда не потеряна верните свое верните свое все свое ничего не оставляйте о 10 лет назад я получил пророчество я не знаю что сейчас происходит это не что-то о чем нужно только говорить это что-то о чем нужно молиться Господь я не хочу ходить в прежней славе я хочу делать больше даже больше чем было тогда есть множество того что со мной случалось чем я с вами не делился множество потому что легко для меня возгордиться по поводу тех вещей которые случились и не жаждать большего я видел как появлялись новые почки я видел как Бог делал великие вещи но я не а я не фокусируюсь слишком много на этих вещах потому что как я сказал ранее его благотворенность обновляется каждое утро я хочу увидеть что же он сделает сегодня спасибо за вчерашний день отец но что же ты имеешь для нас на сегодня что же у нас есть на сегодня насущный хлеб верни свое назад он способен вы можете подняться на свои ноги он способен и Библия говорит что рука Господня была на Илии и он бежал и обогнал колесницу царя почему же я это говорю не важно как много времени вы потеряли что рука Божья на тебе сегодня и он дает тебе скорость слова они сильны мы можем их быстро сказать тихо я могу сказать их тихо я могу сказать спокойно но я говорю вам что-то случается с вами Бог дает вам скорость многие из вас знают свидетельства которыми я делился когда я поехал проповедовать подросткам не было крика я просто сказала Святой Дух здесь сейчас и вдруг все смогли это увидеть позвольте мне сказать вам он состворил мир словом каждое слово которое произносится с этой кафедры оно помазано Господом изменять жизни рука Господа на вас на тебе и она дает тебе скорость все потерянные годы возвращаются 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 это может быть короткое но сильное это как сравнивать сливки и молоко тот факт что сливок мало это не значит что они не вмещают в себя много да маленькая мера но вмещает в себя много отец во имя Иисуса я молюсь за всех все что ты потерял сегодня верой я говорю возвращается приними силу чтобы вернуть все прими силу чтобы вернуть все спасибо Иисус спасибо Иисус сейчас Иисус наверное не знал о грехе который был совершен из-за чего они проиграли битву что же это значит грех это большой фактор ты не можешь жить двойной жизнью и наслаждаться полнотой наследия Божьего на твою жизнь я хочу кому-то дать шанс сегодняшним днем отдать свою жизнь обратно Иисусу если вы упали или вы не уверены что вы спасены я хочу чтобы вы просто действовали по Слову Божьему которое говорит что те которые призывают Господа спасутся просто поднимите свои руки Дорогой Господь Иисус я принимаю тебя в свою жизнь будь моим Господом и Спасителем я отказываюсь от греха я принимаю твою жизнь чтобы я мог ходить с тобой свободно с тобой во имя Иисуса я дитя Божье могущественное имя Иисуса аминь сейчас когда мы будем давать свои приношения Господу я хочу чтобы мы продолжали молиться начинайте видеть эти видения которые Бог показывает вам и призывайте их произносите их если вы по-прежнему их еще не знаете или вы потеряли видение продолжайте исповедовать что я хожу в том к чему призвал меня Бог и ходите в это я хожу ходите в этом спасибо Иисус еще одна вещь которую Бог просит меня сказать когда Бог когда дьявол что-то ворует иногда а это уходит что-то оставляет что-то чтобы вы могли помнить о том что Он украл то что я хочу сказать сейчас в согласии с Господом что всякая рана во имя Иисуса Христа была исцелена позвольте мне поделиться с вами свидетельством которым я делился ранее когда я приехал в Пакистан кто-то сказал что у него был рак желудка и я сказал а мне сказали что после того как я помолился за этого человека что рак ушел и эти новые новые образования сосуды ушли и та рана которая осталась в первой операции ушла Бог может полностью исцелить и больше не будет никакого признака шрама от этой раны вы начнете говорить слова которые сказаны в Исаии говорится я творю все новое все новое и это единственное что вы будете видеть все новое спасибо Святой Дух мы воздаем тебе славу мы благословляем эту неделю мы ходим в силе мы ходим в крепости и наша радость она возвращается наша сила возвращается наша вера возвращается во имя Иисуса Христа и я молюсь также за твои финансы с сегодняшнего дня ты увеличиваешься ты приумножаешься тебе больше ничего не будет не хватать во имя Иисуса Христа я провозглашаю божественное обеспечение во имя Иисуса Христа я провозглашаю благоволение на твою жизнь благоволение на твою жизнь помоги нам ходить твоими путями помоги нам идти твоим путем а помощники придут к тебе на путь во имя Иисуса спасибо Отец мы воздаем тебе славу в могущественное имя Иисуса аминь спасибо Отец воздайте Господу славу зарплату аминь я